Настоящее искусство заключено в природе и только тот, кто сумеет обнаружить его, завладеет этим бесценным кладом. А наш герой Михаил Саркаумов буквально живет в этом чудесном мире. Он не только встречается каждый день с представителями дикой природы, но и запечатлевает самые волнующие минуты в их жизни. Всю жизнь я был фоторепортером. Я работал в газетах, я работал в журналах, в изданиях и так далее. Поэтому, конечно, у меня были другие снимки. В основном это были люди, это были репортажи, это были очерки и так далее. Но несколько лет назад он решил посвятить себя полностью любимому делу. Вообще-то, в принципе, мне эта тема всегда была близка. Даже несмотря на свою репортерскую жизнь, я всегда с удовольствием, когда получал задания, редакции, а редакции, чтобы сделать в зоопарке, старался даже выхватить это дело. Ну, а теперь, говорится, сам Бог велел, и вот я здесь теперь работаю, у меня есть возможность гораздо больше наблюдать за животными, за их жизнью, за теми людьми, которые за ними не ухаживают. За время работы в зоопарке Михаил сделал множество прекрасных снимков. Здесь на выставке представлены 24 фотографии. Все работы были сделаны в стенах городского зоопарка. Сейчас в планах фотографа еще одна более обширная выставка. Я хочу большую выставку сделать, именно зоопарк, который, наверное, приблизительно такой вот сейчас вот вводится, такое вот всплывает название, зоопарк, который мы не видели или не видим. А следующая фотография передает чувства и эмоции маленькой обезьянки. Только родившись, она осталась без материнского тепла и вынуждена была расти на попечении людей. При одном взгляде на нее возникает ощущение, будто это животное все понимает и пропускает через свое маленькое сердечко. Месяца четыре ей, наверное, уже. Вот она, вот за ней наблюдать. Вот как раз пришли люди, она бегает, ползает, кого-то боится, кого-то что-то. И в этом процессе я несколько десятков снимков потратил. И вот этот вот такой снимок, который, мне кажется, что ее выразилось. И она как бы и сиротинушка, и в то же время и боится людей, и чего-то боится, и чего-то и хочется, и любопытство одновременно в этом снимке есть. Мне кажется, что я попал в этот момент. То есть животные могут пережить разные чувства. Радоваться, грустить и печалиться. В итоге получаются такие снимки. Мы как о людях, например, мы говорим, что да, вот состояние души, хороший партий, красивый и так далее. Но ведь у животных тоже есть состояние души, которое что-то переживание их нет. Где-то они любят, где-то не любят, где-то ненавидят, где-то чем-то довольны, чем-то недовольны. А история снимка Хамелеона такова. Мне интересно было поймать в самом мгновение, как он ест. Я видел это в фильмах, видеофильмах и так далее. Видел это на других каких-то снимках и так далее. Вот здесь самому снять это было, это было интересно. Я подарил здесь, наверное, сотню кадров, чтобы поймать именно вот это, потому что это настолько происходит мгновенно и быстро. Как вы думаете, на что способны животные, чтобы позвать на помощь хозяев? Кстати, есть, например, животные, которые именно освоили язык человека, ну, как бы свой язык, но именно для общения с людьми. Это, в частности, наша обычная кошка. Они стали мягкой только благодаря нам, людям, чтобы мы их услышали. И люди должны не просто проходить мимо, а должны услышать и понять. Ведь в этом и заключается проявление гуманности и милосердия. Нурлан Мухамеджанов на зерке Садыкова, Хамид Салихов, Жанакун.